Здравствуйте! В эфире дневной выпуск программы «Время новостей» в студии Ирина Варсан. Генеральная прокуратура отклонила ходатайство Андрея Анастасии с требованием привлечь к ответственности президента Игоря Дадона за коррупцию и незаконное обогащение. Решение мотивировано тем, что у Генпрокуратуры нет на это полномочий. Теперь жалоба, под которой подписались почти 2000 человек, отправлена на экспертизу в Национальное агентство по неподкупности. В заявлении Генеральной прокуратуры отмечается, что в соответствии с действующим законодательством ведомство не обладает полномочиями в области общего надзора и контроля, а соответствующие задачи возложены на другие учреждения. Жалоба, поданная Андреем Анастасии, а также подобные заявления, направляются на рассмотрение в соответствии с компетенцией в Национальное агентство по неподкупности – единственное учреждение, отвечающее за контроль над имущественными и личными интересами. В случае, если Национальное агентство по неподкупности обнаружит нарушение, материалы будут направлены в прокуратуру или Государственную налоговую службу, чтобы установить, был ли нарушен закон. Представители агентства говорят, что пока никаких документов к ним не поступало. В январе в Генеральную прокуратуру была подана жалоба, подписи под которой поставили около двух тысяч человек. Таким образом, председатель ППДП Андрей Анастасий требовал открытия уголовного дела на имя президента Игоря Дадона за коррупцию и незаконное обогащение. Вице-председатель платформы «Да» Александру Слуцарь направил запросы в Национальное агентство по неподкупности и налоговую службу, требуя проверить, сколько Игорь Дадон потратил в последние годы на роскошный семейный отдых. Сейчас ходатайства Слуцаря рассматриваются. Скандал вокруг отпуска президента и его семьи начался после расследования журналистов Зиарол Дегарде. В статье упоминалось, что огромные суммы, которые Игорь Дадон тратит на отдых, в разы превышают его официальный доход. Президент, в свою очередь, обвинение отрицал, заявляя, что никогда не тратил больше, чем зарабатывал. Вернется ли Влад Филат за решетку? Об этом станет известно сегодня, после того, как судья апелляционной палаты Кишинева рассмотрят апелляцию нового директора пенитенциарного учреждения номер 13 Тудора Марару о приостановлении решения об условном освобождении экс-премьера Молдовы. Напомним, в 2016 году Влада Филата приговорили к 9 годам лишения свободы за извлечение выгоды из влияния и пассивную коррупцию. Летом 2019 срок его наказания сократили почти на два года, после того, как Европейский суд по правам человека выявил, что заключенного задержали в нечеловеческих условиях. Свою вину Филат не признал и отметил, что его дело является политическим. Новый инвестор Кишиневского международного аэропорта передал в столичную премарию пакет документов, включающий эскизный проект нового терминала и правоустанавливающую документацию на землю. Строительные работы начнутся после получения консессионером градостроительного сертификата. После получения градостроительного сертификата компания-консессионер, управляющая Кишиневским аэропортом, разработает подробную проектную и строительную документацию для нового терминала. Площадь будущего терминала будет составлять не менее 32 тысяч квадратных метров, и он позволит обслуживать 4 миллиона 200 тысяч пассажиров ежегодно с возможностью увеличения пассажиропотока до 4 миллионов 500 тысяч пассажиров к 2035 году. У терминала будут оборудованы парковочные места, в том числе и для общественного автотранспорта. Сооружение будет выполнено преимущественно из стекла и металла. Терминал будет состоять из трех уровней ниже и трех уровней выше нулевого. Разработанный архитектурным бюро «Архистрат» в партнерстве с дизайнерской компанией «Аркформ Аркитект» проект уникален. Ничего подобного раньше в нашей стране не создавали. Ранее новый инвестор Кишиневского международного аэропорта российский бизнесмен Андрей Гончаренко объявил, что намерен выделить более 200 миллионов евро из собственных средств на развитие инфраструктуры аэропорта, в том числе на строительство нового терминала. Находящийся несколько лет назад в экономическом упадке, международный аэропорт Кишинева был сдан в 2013 году в концессию на 49 лет компании «Авиаинвест», чьим основным акционером был тогда председатель политической партии «Шор» Илон Шор. С тех пор аэрогавань кардинально изменилась. За последние годы аэропорт столицы Молдовы был полностью реконструирован. Расширены терминалы, модернизирована взлетно-посадочная полоса, обновлено освещение аэродрома, построена многоэтажная парковка и многое другое. Комфортные залы ожиданий оборудованы современной мебелью, розетками, где можно зарядить гаджеты и специальными местами для людей с ограниченными возможностями. В 2018 году Кишиневский аэропорт, администрированный компанией «Авиаинвест», был номинирован на престижную премию «Лучший аэропорт Европы». Количество людей, погибающих в Китае от осложнений, вызванных коронавирусом, растет изо дня в день. Сегодня утром было объявлено уже о 132 жертвах вируса, 26 из которых скончались только за последние сутки. К ранее зараженным добавилось еще 1460 человек, и теперь общее количество заболевших во всем мире достигло почти 6000. Евросоюз активировал внутреннюю систему раннего предупреждения для распространения информации об эпидемии после того, как о заболеваниях сообщили во Франции и Германии. Специалисты Министерства здравоохранения Китая заявили, что коронавирус может передаваться даже во время инкубационного периода, еще до появления симптомов у его носителя. И это препятствует усилиям по прекращению распространения заболевания. В связи с этим, начало нового школьного семестра в Китае отложено на неопределенный срок. Эта мера в том числе направлена и на уменьшение количества людей в общественных местах и на улицах. По мнению китайских властей, она поможет усилить контроль над распространением эпидемии. Меры по борьбе с предотвращением коронавируса обсудят и на заседании Еврокомиссии 29 января. Решение было принято после сообщения о первом зараженном в Германии жителе Баварии, передает агентство Францпресс. Срочные меры были приняты и в Румынии после того, как стюардесса контактировала с двумя людьми, зараженными коронавирусом. Однако эксперты заявляют, что девушка сейчас абсолютно здорова. Двое граждан Молдовы сейчас заблокированы в самом эпицентре распространения вируса в китайском городе Ухань, где закрыты все въезды и выезды, включая аэропорт. Эту информацию нашему телеканалу предоставила пресс-служба Министерства иностранных дел и Европейской интеграции Молдовы. По данным Медея, заразившихся коронавирусом среди наших соотечественников, которые находятся в Китае, не зарегистрировано. Две молдавские семьи, проживающие там, заявили, что хотят покинуть страну, опасаясь заражения. Граждан Молдовы просят временно воздержаться от поездок в Китай. Авиакомпании по всему миру отменяют рейсы в Китай из-за роста эпидемии коронавируса. Среди прекративших полеты или сокративших количество рейсов – крупные международные авиаперевозчики British Airways, United Airlines, Air Canada и другие. До 29 марта авиасообщение из КНР приостановило и Грузия. Полеты прекратили авиакомпании Южной Кореи. О частичном прекращении рейсов заявила China Airlines, а компания Люфтганза указала на стремительное падение спроса на полеты в Китай. Российский авиаперевозчик Уральские авиалинии отменил полеты в европейские города из Екатеринбурга по причине того, что группы китайских туристов в основном летают в Европу именно через этот город. Грузовики с тоннами контрабандного товара из Китая задержали на молдавской границе. Сейчас расследованием этого случая занимаются прокуратура по борьбе с организованной преступностью и таможенная служба. Груз был обнаружен на таможенном посту Тудора. Общая стоимость товаров – более 4 миллионов леев. Контрабандисты пытались провести китайские товары в грузовиках, в которых, согласно документам, были машины для переработки зерновых, груз, который освобождается от оплаты ввозных пошлин. Поэтому фуры были перенаправлены в зеленый коридор для дальнейшей проверки документов. Однако при осмотре грузовиков выяснилось, что их содержимое не совпадает с тем, что указано в документах. Там обнаружили запчасти и аксессуары для мотоциклов и велосипедов, которые по закону подлежат декларированию и уплате за них таможенных сборов. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды. Виновному может грозить от 3 до 10 лет тюремного заключения. Юридическое лицо в таких случаях наказывается штрафом в размере 550 тысяч леев, запретом на определенную деятельность или ликвидацией юрлица. Благодаря проекту нашего телеканала «Звездный час» появилась песня, которая с каждым днем набирает все большую популярность. Композиция «Вин Акаса» в исполнении Марии Казариновой была написана продюсером и композитором Натаном. Она досталась финалистке конкурса как специальный приз уникального для Молдовы музыкального проекта. Ноябрь 2018-го стартует «Звездный час». Уникальный проект, который стал музыкальным трамплином не только для десятков юных исполнителей, но и подарил участникам возможность раскрыть и показать миру свой талант. «Звездное жюри», знаменитые ведущие и профессиональные наставники сопровождали конкурсантов на протяжении всего проекта. В финал прошли семь участников, среди которых и Мария Казаринова. Именно она получила специальную премию жюри – композицию от Натан Мьюзик Продакшн. Песня «Вина Кассы» родилась благодаря музыкальному проекту «Звездный час» и сразу же тронула сердца и души слушателей. Ведь каждый из них, чьи близкие уехали из Молдовы, хотят, чтобы родные вернулись домой. Зрители восприняли эту песню очень открыто. Им очень понравилось. Многие нашли себя в этой песне. Она понравилась им очень многим. Автор песни Еуджен Натан Дайбань, который представлял профессиональное жюри «Звездного часа», отметил, что проект помог раскрыть творческий потенциал не только участникам, но и представителям жюри. И композиция «Вина Кассы» тому доказательство. Песня была написана на основе не то что личных переживаний, а скорее на примере жителей Молдовы, которые ежедневно уезжают за границу. И, конечно, на основе переживаний тех, кто остается здесь. Наверняка те, кто уезжают, думают, что это необходимость и мечтают о возвращении домой. Специальный приз жюри для финалистки Марии Казариновой. Песня «Вина Кассы» сегодня не только радует слушателей, но и с каждым днем набирает популярность. Напомним, песенный конкурс «Звездный час» длился больше четырех месяцев. Исключительным решением жюри в финал попали семь участников, которые получили подарки от организаторов конкурса. Ну а победителю достался главный приз – поездка в сказочный Диснейленд. Варгееве